Всем привет, с вами Павел и сегодня я буду проводить самый большой обзор в моей жизни на самую мою большую самоделку и она будет разбита на две части. Начнем. Это часть первая, обзор. Тут, как вы видите, стоит транспорт первого ордена, но показывать функции я вам не буду, потому что я вас заставлю посмотреть тот обзор. Вот, поэтому обзор уже есть на нем, поэтому я не буду показывать, что тут. Он просто стоит на взлетно-посадочной полосе. Ладно, начнем. Тут у нас есть рычажок, если мы его так вот оттянем, а также оттянем рычажок тут. Кстати, если вы заметили, это переделка моего убежища, поэтому, если что, то тогда, вы знаете, можно вот так вот открыть. Кстати, если вы не поняли, это Старкиллер из седьмого эпизода Звездных Войн. Полностью можно открыть, но я не хочу сейчас открывать, там человечек стоит и так далее. Закрываем это и закрываем все. Как видите, оно никак не открывается. Вот так вот классно. Фигурки. Я быстро пробегусь по ним. Это вот Капитан Фазма. Очень классная фигурка. Такая звезда обзора. Все, ставим обратно. Чик. Огнеметчик Первого Ордена. Дальше. Тут у меня тоже штурмовик, который, правда, это снеговой штурмовик, но типа для игры он как снеговой штурмовик Первого Ордена. Такое, правда, тело песочное в песке. Положим. Потом вот такая вот фигурка. Оп, все, шлем достал. Вот такой тоже штурмовик типа Первого Ордена. Вот, кстати, я вот нашел способ. Можно вот ему в руки вот так спокойненько дать, и все, типа он в руках держит свой шлем. Потом он может вот так вот сделать. Все, типа это штурмовик Первого Ордена. Мне вот так он нравится. Я просто хотел типа фигурку создать. Так, сейчас поставим этого. О, все, наконец-то. Все, можно его вот сюда подставить. И кинуть к нему шлем. Еще один штурмовик Первого Ордена с винтовкой уже. Он там собирается кушать идти. Еще один огнеметчик Первого Ордена. Пилот Империи, но тоже типа Первого Ордена. Все, в этом обзоре почти все будет типа. И пилот Первого Ордена, хотя тоже Империи. Хотя он похож на пилота Первого Ордена. Вот, тут стоит сцена. Правда, нету выступления никакого. Вот. Тут уже два штурмовика Первого Ордена. Это уже не типа. Они тут с черными бластерами, что не совсем правильно. Вот, он там все попить хочет. Ну ладно, перейдем к функциям. Тут я показал всем. А, потом. Еще фигурки. Это мы прошлись по штурмовикам. Ну, не совсем самодельный, но Алая Гвардия. У него только нету плаща. У меня был набор. У меня было когда-то два Алых Гвардейца. Два Механика Имперского. У меня они были, но одного Механика я обменял. Одного Гвардейца тоже обменял. И поэтому он у меня один, но без плаща, правда. Вот, он там у меня стоит такой вот. Охраняет же как раз ребят, которые за дверью. У него проблемы всегда с ногой, поэтому я усадить не буду. Ну, там женщина работает. Не важно. Вот. У меня тут стоит вот этот как раз Механик. Это полностью оригинал. У него даже лицо, как в наборе. Вот у него в одной руке. Это. И в одной руке. Сварочный аппарат. Тут, в этой комнате, у меня мой самодельный ситх сидит с таким вот плащом. Я его специально так... Я нашел его там чуть ли не под диваном, нашел этот плащ. Он мне, кстати, очень хорошо помог вот в этом деле. И какой-то там... И какой-то там король. Я просто не знаю его имя, забыл. Вот. Такая вот фигурка. Теперь уже точно мы начнем к функции. Тут дверь никак не открывается. Тут вот можно открыть ящички с едой. Раз, раз. Вот. Открываются эти ящики. Дальше тут ничего не происходит. Тут пончики, все дела, американский флаг. Хотя, кстати, его надо убрать. Это уже времена империи. Я просто своего убежища не успел убрать. Тут у меня стоит генератор, который вправду работает. Вот. Как вы видите, реально начинает светиться детали. Вот так. Тут у меня комната для ситха. Вот. В нее как раз на троне сидит сан ситха. Потом у меня вот тут вот сидит, как там его, механик. Я потом объясню, что это за комната. Хотя уже, наверное, все догадались. Короче. Все. Это комната. Сейчас я ее покажу полностью отдельно. Она так выезжает. Это, конечно же, сама штука от, как это было, Станкиллера. Как раз он заряжается от солнца и с чего начинается огонь. Я нашел эту деталь. Очень редко, мне кажется, вот эту огромную, как летающая тарелка, вот, накрутится все дела. Тут мне пришлось постараться. Тут все детальки. Вот. Конечно, если бы я собирал их из Лего, это примерно бы был круг, наверное, вот такой, наверное, был. А это вся штука, вся эта комната, наверное, ну, такая миниатюрная. Тут всякие столик, все кнопочки. Но очень важные кнопочки. Все. Заезжаем. И как раз эта труба все это дело держит. Все. И ему просто выходить будет тяжело. А тут... Я вам не буду показывать. Вот такая вот взлетно-посадочная полоса. Вот. Она сделана из шести черных пластин. Тут красная пимпочка и зеленая. Тут ничего нет особенного, но мне показалось прикольное. Как вы видите, размеры примерно совпадают. Так, если честно. Мы устанавливаем обратно. И оно заезжает. Вот такой вот у меня получился набор. Это все. Поэтому я вам тоже, если захотите, я вам, может быть, совет какой-то дал, как можно сделать так, типа, это. Хотя вряд ли у вас получится сделать, потому что эта деталь мне очень она помогла. Я просто... Я рылся, рылся, рылся. А я ее нашел именно месяц назад. Просто ее кину туда, подумал, ну, может, перед кем-то похвастаюсь. То есть, понял, что дело не дохвастается меня. Понял, что реально можно... Она мне помогла. А, тут, кстати, такая камера. Вот такой вот набор огромный. Ну, не набор, самоделка вот такая. Вот. Ну, всем навстречу. Пока. Пока.